Здравствуйте, уважаемые студенты! Слышно меня, да? Слушайте, даже немножко волнуюсь, потому что предыдущий доклад настолько глубоко в теме, что я бывший практик. У нас все-таки мы метеоритики, соответственно, мы просто расскажем, как у нас в мобильной связи мы используем новые технологии и действительно, как они влияют на телеком. Ну а пока, наверное, несколько не то чтобы мифов, но это тех фактов, которыми может гордиться любой россиянин, потому что российский телеком, он действительно в авангарде, он на передовой и он намного более перспективный, чем в других странах. Об этом я немножко расскажу. Как вы думаете, что это за страна? Можете по картинке угадать страну? Что? Китай? Вьетнам. Это что за страна? Ну почти Индия, то есть в любом случае, да. Это что за страна? Так грустно сказал. Россия. Вы знаете, на самом деле, вот это вот Япония, вот Санкт-Петербург. Видите, какая большая разница? А везде мобильная связь. Это провода. Вот это Москва. Вот смотрите, то, что вот в России культура строительства сетей на самом деле на высоком уровне, на высоком европейском уровне. Если сравнивать даже с азиатскими странами, там, где вот именно вот эти вот провода навешаны, это реальность, это не шутка. Действительно, вот так они проходят. Если вдруг что-то случается, столб сломался, все без связи остаются. И строить так грамотно и качественно могут в России именно потому, что знают, как это делать. Вот если посмотреть на эту картинку, видите, да, вот очень много небоскребов в больших городах-миллионниках, таких как Петербург, таких как Москва, Екатеринбург, Новосибирск. Очень сложно в бизнес-центрах выстраивать саму сотовую связь, чтобы эти провода не мешали. И не знаю, видно ли вам на той картинке дальние, вот там очень много различных элементов. Это и кооксидальный кабель, и оптика, и выносные радиоблоки, и антенны для помещений. Они все прячутся в инфраструктуру именно потому, что еще заранее на этапе строительства, на этапе залива фундамента уже определяется, как будут проходить провода. То есть они не потом приходят, когда уже здание построено, и операторы думают, как в него заходить, а в большей степени, когда уже только проектируется, уже понятно, выбирается по тендеру один из операторов, который строит оптику и заходит туда с проводами. Именно поэтому сейчас, например, если вы видите, очень многие новые объекты, такие как стадионы, вокзалы, аэропорты, когда они строятся, заранее уже определяется, операторы все готовятся, заранее определяется, как будет инфраструктура выстроена в данном пункте. Смотрите, это Пулково. Новое здание Пулково. Знаете, на самом деле у нас была серьезная задача поставить там антенны. Вот в самом здании новом более 300 антенн. И на самом деле все это оборудование было построено по типу стадиона на Олимпиаде в Сочи. Потому что нужно было спрятать все это так грамотно, чтобы это все не мешало, не нарушало архитектурный облик с одной стороны. А с другой стороны там очень много таких элементов, которые мешают проводить сам сигнал связи. То есть очень много плотных таких вот именно элементов в сети. И в каждом из отсеки стояли специальные невидимые, то есть невидимые глазу базовые станции и антенны, которые в принципе помогают лучшему сигналу связи, но тем не менее не нарушают архитектурный облик. Мы этим очень сильно гордимся. Мегафон туда, когда проектировался новый, вернее был ремонт в новом здании аэропорта Пулково, делали порядка полутора лет этот проект совместный. И потом уже дали доступ другим операторам, чтобы они могли зайти и тоже разместить свои базовые станции, чтобы абоненты МТС, Билайна, Теледва могли также пользоваться связью в этом объекте. Поэтому я могу сказать, что российский телеком действительно реализует все современные технологии, которые существуют в мире, и этому куча доказательств. Смотрите, если смотреть на этот график, проникновение сети 2G, 3G, 4G. Вы знаете, что такое 2G, 3G, 4G? Объяснять не надо? Или лучше объяснить? Знаете? Знаете, да? А все ли пользуются… У всех ли смартфоны? У всех ли есть поддержка 4G в телефонах, да? У вас, кстати, прекрасно здесь LTE, я смотрю, просто ловит, по крайней мегафону все летает, так что я думаю, все доступные технологии у вас есть. И если смотреть по этому графику, видите, что примерно 13-14 год, пик, когда все пользуются 2G. 2G – это в большей степени голосовая связь. Это кнопкофоны, маленькие телефончики у кого-то большие, которые можно пользоваться только голосовой связью и передачей смс-ок. Но там практически нет интерфейса и удобства для того, чтобы пользоваться мобильным интернетом. 3G – это уже да, там уже можно пользоваться интернетом мобильным. И 4G – это уже более современные смартфоны, которые с поддержкой видеотехнологий, можно с YouTube закачивать ролики, смотреть в онлайне, в игры различные играть. И как раз-таки, если видите, вот самая фиолетовая высокая полоса, начиная с 2015 года идет такой рост значительный именно по развитию 4G. Это в целом по стране, но в Санкт-Петербурге и в Москве больше 10% всех абонентов проходят на 4G. Это очень большие цифры на самом деле. То есть, например, если в Санкт-Петербурге население 5 миллионов человек, то мы понимаем, что 500 тысяч пользуются мобильной связью. Из них очень многие именно в 4G. То есть, например, 6% – это вот сейчас на момент 2014 года было. В 2016 году уже под 10% и так далее. Идет по нарастающей. Что это значит? Это значит, что нужно развивать скорости, потому что с каждым разом абоненты, когда покупают смартфоны и хотят пользоваться качественным интернетом, им нужна скорость, хорошая скорость. Если в целом по стране, то средняя температура по больнице по всему миру. Общая скорость примерно 1,5 мегабита. Ну вот в 2016 году 2,7. Если сравнивать Москву и Питер, то там почти под 5 мегабит. Это средняя скорость по всем абонентам среди всех сетей. Понимаем, что у нас уже намного выше, нежели чем в других странах. Если говорить о развитии в принципе сетей, то можно сказать, что под каждой сети есть разное оборудование. Например, есть смартфоны только с поддержкой 3G. Для них мы развиваем такой стандарт, как Dual Carrier, когда агрегируются частоты, и мы понимаем, что с помощью 3G можно достигать максимальных скоростей таких, как 45 мегабит, 42 мегабита в секунду. Есть модемы и смартфоны с поддержкой LTE, с поддержкой 4G. И там уже скорости можно разогнать до 150. Есть специальные роутеры, есть различные планшеты, в которых скорость можно разогнать до 300 мегабит. Ну и совсем новые технологии для гиков. Эти смартфоны, их не так много, по-моему, 1-2 модели всего, которые поддерживают LTE Advanced. Это уже выше 4G, получается более новый стандарт, который поддерживает такой формат почти по 450 мегабит в секунду. Такой формат есть, смартфоны дорогие, не очень популярны. И в принципе такие скорости особо не нужны, потому что для того, чтобы скачать фильм, вам достаточно просто обыкновенного LTE 4G. То есть LTE Advanced это больше для тех, кто хочет раздавать по Wi-Fi другим, например, вы находитесь в помещении и хотите раздать еще 10 человекам по Wi-Fi скорость интернета, и она у всех стабильно высокая. Все одновременно начинают качать фильмы, и никто от этого не страдает. То есть в большей степени для этого. Ну и если говорить про стоимость услуг, то эта цена за гигабайт проводила исследование контент-ревью и сравнивала среднюю стоимость 1 гигабайта по миру. Если видите, самое дорогое это в Великобритании, почти 1100 рублей стоит 1 гигабайт, в России 117 рублей за 1 гигабайт. Это тоже средняя цена, то есть брали примерный тариф и примерно сравнивали, сколько это будет стоить. Самый дешевый только в Иране, в принципе. Италия, Франция, США тоже почти под 500 рублей. Действительно, да, интернет дорогой во всем мире. В России мы держим такие цены, потому что понимаем, что экономика другая, и если мы поставим цену, например, за 900 рублей или за 500 рублей, люди просто не будут этим пользоваться. И можно сказать, что действительно российские телекомы внедряют технологии одновременно с мировыми лидерами отрасли. Более того, в последнее время даже опережая. Если смотреть по миру, вот видите, например, в Финляндии первый вообще GSM-стандарт, еще тогда было, может быть, кто-то помнит, наверное, может быть, ваши родители больше помнят, северо-западный GSM. Первый здесь, отсюда, в Петербурге стартовал. И в Финляндии был запущен в 91-м году, а в России в 94-м. Здесь рождение сотовой связи произошло в Санкт-Петербурге. Далее был стандарт 3G. Он был впервые запущен в Японию в 2002 году, и в России он появился в 2007 году. Кстати, знаете историю, зачем вообще 3G придумали? Есть идеи? Есть мысли? Почему? Зачем вообще? Ну, пользовались все GSM-ом, все оставляли смс-ки и звонили друг другу. Зачем придумали 3G и почему он дальше не пошел? Для видеозвоночника. Да, все правильно, абсолютно. Изначально, когда придумали этот стандарт, слушайте, было бы здорово, например, чтобы можно было не только звонить, но и видеть человека. То есть звонить ему, видишь его картинку и разговариваешь с ним, ну, типа типа скайпу, только это вот именно в мобильном телефоне. Все сказали, здорово, круто, давайте его запустим. Когда его запустили, мы поняли, что люди этим не пользуются. Почему? Нет, все очень банально. Очень многие врут, например, когда ты говоришь, да, дорогая, я иду. На самом деле ты сидишь в баре с кем-нибудь там общаешься, а она звонит тебе, видит твою картинку, ты не сможешь соврать. И очень многие именно поэтому не стали покупать и пользоваться, просто потому, что не хотят, ну, извините, я палиться. То есть бывает так, что ты там врешь, что ты на паре, а на самом деле ты не на паре, а где-нибудь в другом месте находишься. Либо не хочешь показывать, кто с тобой рядом, либо в каком-то помещении находишься. Именно поэтому 3G в большей степени для видеозвонков не пошел. 4G был запущен в Швеции в 2009 году, в Мегафоне был запущен в 2011 году. Ну и смотрите, ЛТ-Адванс, например, он в Южной Корее впервые в мире был запущен в 2013 году, но впервые в Европе и в других странах. То в России он был запущен раньше. Самые первые ЛТ-Адванс протестировали именно в России в 2014 году. Поэтому можно сказать, что в принципе, если с каждым годом смотреть, например, 1991 год, 1994, 2002 к 2007, с каждым годом сокращалась разница между тем, когда было запущено в других странах и когда было запущено в России. Мы говорим, что российский телеком набирает обороты и быстрее и быстрее начинает внедрять новые технологии. Благодаря тому, что у нас прекрасные кадры, прекрасная инфраструктура и понимание, как это можно запустить более быстро на наших сетях. Ну и в прошлом году был впервые достигнут рекорд скорости 450 Мбит в секунду. Не буду вас сильно грузить, но на самом деле все это не очень сложно. Просто нужно было совместить два диапазона, плюс добавить третий, и получается такая скорость. То есть у нас есть разные частоты, разные полосы, они соединяются на одном оборудовании, на одной базовой станции. И благодаря этому получается так, что общий плюс один, плюс диапазон 2600, плюс диапазон еще 1800, появляется такая скорость. Круто, да, замечательно, так как все-таки сделано было впервые, и мы понимаем, что это действительно рабочие скорости, которыми могут пользоваться наши абоненты. Ну и если смотреть в целом, что происходит с пользователями, это данные за прошлый год только по сети Мегафон, только по северо-западу, потому что ну как бы те цифры, которыми я оперирую, я их более-менее знаю, по прошлому году планшеты выросли, продажа планшетов на 18%, смартфоны почти на треть. То есть понятно, что каждый третий начинает покупать больше смартфонов. Их становится все больше. Людям нужен интернет. Вы сами, может быть, заметили, что кроме того, что молодежь стала пользоваться мобильным интернетом очень активно, пользуется уже более взрослое поколение. Ваши там мамы, иногда даже бабушки, начинают свои скайп, социальные сети, общаться, делиться рецептами, не знаю, там, искать своих одноклассников, одногруппников. И все это, конечно, здорово, замечательно. И если смотреть по Петербургу, например, Megafon TV, то есть саму услугу, когда вы скачиваете приложение и смотрите фильмы только в своем смартфоне, порядка 50 тысяч человек. Это действительно здорово, как за последний год было, только на нашей сети. И каждый седьмой использует мобильную коммерцию. Вы когда-нибудь через телефон оплачивали какие-то услуги? То есть у вас есть скаченные приложения, которые позволяют вам расплачиваться через смартфон? Да, да? То есть мы понимаем, что каждый седьмой петербуржец в принципе через телефон, через смартфон оплачивает свои услуги. Эта цифра будет больше. С каждым годом она растет. Чем больше проникновение смартфонов, тем шире сети, тем более качественная сеть, тем больше, конечно, тех людей, которые… Ну, это же это очень удобно и легко. Можете заплатить, не знаю, за садик, заплатить, кинуть на телефон, оплатить еще какую-то учебу, что-то еще. С помощью телефона, просто там через каченное приложение. И как вы думаете, что это такое? Что это за здание? Что это может быть вообще? О, вы у нас были, вы там знаете, читали? Да, смотрите. Да, это единый центр мониторинга. Он находится на Васильевском острове. Вот этот экран, видите, очень большой, 29 метров, практически как десантажное здание, положенное вот так вот лежа. И на каждом из этих экранов видна каждый филиал, то есть вся страна в разрезе того, что происходит с сетью. То есть это вот такая бигдатор, которая мониторится 24 на 7. Люди меняются, они работают по смене, отработали свои смены, ушли. И днем и ночью мы смотрим, что происходит с нагрузкой на сеть. Очень здорово смотреть, например, в момент Нового года, потому что начинается фраза с Дальнего Востока и видно сразу всплески, как Дальний Восток нашел поздравлять друг друга, смски и звонки. И потом дальше по каждому часовому поясу. Это просто потрясающая такая вот картина, когда ты смотришь на большой экран и видишь, как страна начинает начать Новый год. А это понятно, что сеть нужно подготовить заранее, понимая, в какие часы, какие будут нагрузки. И нужно эту нагрузку рассчитать. Например, когда был концерт на Дворцовое у нас в сентябре, Мегафон Лайф, и в Москве одновременно, мы понимали, что там нужно расширить сеть. И мы показывали журналистам, например, как именно там мы увеличили базовые станции, увеличивали их мощность для того, чтобы люди пришли, а пришло порядка 100 тысяч человек, чтобы они одновременно могли и звонить, и отправлять сообщения. Потому что люди сейчас уже практически не звонят. Что они делают? Они в большей степени фотографируют, выкладывают в социальные сети. Для этого нужен хороший, качественный интернет. Именно поэтому центр мониторинга, он мониторит все практически. И те данные, которые они собирают, мы потом анализируем и смотрим, что можно с ними сделать. Например, в какое время нужно улучшить сеть. Нагрузку рассчитать. Например, мы знаем, что в спальных районах больше, например, больше пользуются интернетом после 19.00, потому что люди все возвращаются домой и начинают уже проверять свои телефоны, проверять свою почту, смотреть какие-то картинки. А в центре города обычно утром, в час пик, пробки люди стоят и начинают пользоваться мобильными телефонами, сразу что-то загружать и смотреть, потому что это пробки. То есть эти все данные нам позволяют улучшать качество своей связи. И если смотреть в целом, что происходит с сеткой, я показывала на этого слайда, что развивается наша сеть, развиваются технологии, мы понимаем, что оборудование тоже устаревает. Если в 95-м году хватало 2G и голоса, то есть для кнопкофонов, те, кто пользуется кнопочными телефонами, в 7-м году запустили 3G, и понятно, что нужно было базовую станцию улучшать, модернизировать, а в 12-м году интернет, голос, смс, и нужно было 3 ставить базовые станции, то, например, в 15-м году мы поняли, что это просто невозможно. С каждым развитием новой технологии это сложно, оборудование растет, увеличивается, и поэтому мы сейчас меняем полностью оборудование. Мы ставим одну, например, базовую станцию, но в которой есть все, и рассчитанное на 2G, 3G, 4G, 5G, и на будущее. То есть понимаем, что если будет дальнейшее развитие, то эта базовая станция позволит более новое модернизированное оборудование. Идет замена полностью по всему Петербургу и по многим городам северо-запада. Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы была более качественная сеть и задел под новой технологией. Мы понимаем, что для того, чтобы будут новые технологии появляться, а мы уже к этому готовы, потому что оборудование уже выдержит эту нагрузку. Поэтому вам, как студентам, наверное, это одно из таких перспективных направлений. Если потом по окончании университета вы будете заниматься именно развитием МТОМ-решений, то есть все, что связано с роботами, с робототехникой и технологией машин-то-машин, вот это как раз-таки вам позволит быть в авангарде и в тренде. Это IT-технологии и МТОМ-решения. В принципе, у меня все.